Принцип работы вспышки довольно прост. За одно мгновение она испускает довольно мощный световой импульс, что достаточно, чтобы подсветить снимаемую нами сцену. В этом уроке мы рассмотрим, какие существуют виды вспышек и для каких видов съемок они подходят наиболее всего. Изначально вспышки можно поделить на три типа. Встроенный в фотоаппарат, накамерные и студийные моноблоки. Первый тип вспышки самый простой и малоиспользуемый. В большинстве фотоаппаратов имеется встроенная вспышка, которая включается и регулируется с помощью внутренних настроек фотоаппарата. Накамерные вспышки являются самыми распространенными в применении. Их вы чаще всего увидите при съемке репортажей или свадеб. Они мобильные и легкие в использовании. Также в арсенале фотографа имеются и студийные вспышки. Еще более мощные, чем внешние, но уже не такие автономные. Применяются как на выездных съемках, еще чаще в студиях. Как правило, именно там с ними сталкивается каждый начинающий фотограф. Выбирая вспышку для работы, проверьте совместимость разъемов с вашим фотоаппаратом. В зависимости от марки производителя вспышка может иметь уникальный разъем. Однако существует огромное количество вспышек, которые подходят к любым фотоаппаратам. Разбираясь в видах вспышек, вы будете точно знать, какой из них точно подходит для вашего фотоаппарата. Субтитры создавал DimaTorzok